Добрый день! У нас скоро состоится очередной тур в Индию и Непал. Что это за тур? Это не обычный туризм. Я приглашаю в первую очередь в этот тур тех, кто занимается саморазвитием. Мы проедем, наверное, по самым сильным местам этой планеты. Сильные не с точки зрения пышущей энергии, а сильные места с точки зрения успокоения энергии, успокоения ума, когда ты можешь посмотреть и на себя, и на окружающий мир равностно, без плюса или минуса, а так, как оно есть. А в этих местах две с половиной тысячи лет назад и последующие тысячелетия Будда Шхимуни, его ближайшие ученики и последователи его учения оставили после себя определённый энергетический свет. В разных местах разная атмосфера. И эта атмосфера, находясь в этом месте, может помочь тебе в практике лучше познать самого себя. Мы ездим туда много лет. Как много? Первый раз большую группу мы повезли в 2008 году. Была группа 32 человека. Мы ехали, зная, что есть такой маршрут. Но мы ни разу в этой жизни не ездили с ребятами. И мы поехали, всё получилось хорошо. И с того момента в некоторые годы ездили даже по два раза в год. То есть мы ездили весной и осенью, потому что это хороший тур. Места, которые действительно меняют реальность вокруг человека. И мы старались сделать эти туры максимально эффективными для людей. Сейчас мы просто выросли на несколько показателей. Что я имею в виду? Если раньше у нас были сложные города, где не было, допустим, хорошей гостиницы. Но бывает такое. С годами появились альтернативы, где сейчас не стыдно приглашать людей. И они в комфортных условиях, двухместное размещение, с хорошим питанием. Всё это проходит. Более того, мне потребовалось, получается, 14 лет, чтобы пережить, видимо, всю ту карму, когда у нас были автобусы, у которых колёса взрывались. Что касается самих мест, которые мы посещаем и почему мы их посещаем. Во-первых, Варанаси. Если когда-либо вы читали что-либо на тему саморазвития, наверняка вы сталкивались, что есть такой город Бенарис или Варанаси, как его называют, вечный город. Якобы этот город много-много-много тысяч лет тому назад заложил сам Шива. И с того времени этот город является таким, знаете, оазисом саморазвития. Мы, соответственно, тоже приезжаем в этот город. Недалеко находится Сарнатху. У нас там прекрасная гостиница. Размещаемся, проводим вечер в Сарнатхе. Мы как раз находимся в том месте, где Будда Шакимуни, как говорится, повернул колесо закона. Но это такая метафора. В общем, суть в том, что когда Будда в Бадгайи достиг реализации и осознал все омрачения этого мира и стал выше их, он понял, что люди находятся на таком уровне, они не захотят этого слышать и знать. И он решил как бы находиться в медитации и никого не трогать. Но тогда перед ним появились бог Идра и бог Брахма, которые сказали ему, Будда, ну как же так, в той-то жизни ты одному обещал, что ты ему расскажешь именно квинтенсенсу и дхармы, в той-то другому, третьему и так далее. Они ему начали перечислять, что у него есть определенные обязательства перед третьими лицами, с кем есть кармическая связь, и поэтому, пожалуйста, выполняй свои обязательства. Конечно, у них была определенная корыстная цель, вряд ли. Они были заинтересованы в том, чтобы Будда предоставил альтернативу страстям, альтернативу омрачениям, потому как большинство проблем в мирах находятся из-за омрачений. И как раз-таки Будда дал медитации, он дал простейшие практики без какого-либо религиозного контекста. Он сказал, вот есть методики, берите и практикуйте. Буддизм — это производное, но Будда ничего не делал для того, чтобы буддизм сформировался. Он давал людям дхарму. Я читаю сутры буддизма и ищу в них определенные ключи или определенные методики около 30 лет. Даже, наверное, уже чуть больше, наверное, 31, потому что с 91-92 года я начал первые сутры и джатаки изучать. Так вот, я не нашел ни одной сутры или джатаки, где было привычное для нас религиозное наполнение. Будда вообще был противник слепой веры. Он говорил, проверяй. То есть, если ты что-то используешь, сначала уверься, что этот механизм правильный, и потом уже используй, он тебе обязательно изменит. И более того, когда говорят «религия», «предписание» и так далее, у Будды, когда он только образовал какую-то общину единомышленников, вот заметьте, я говорю «община единомышленников», потому что они общались как друзья. Будда никогда не ставил себя выше. Он старался всегда быть на равных. И на равных, как говорил с каким-либо старцем, так и с ребёнком. Я когда читаю такие сутры, меня поражает с его уровнем развития и эволюции. Вдумайтесь, человек, который практически никогда не спал, он находился там один, полтора, два часа в медитации ночью, и этого хватало ему для того, чтобы восстановиться. Он всегда путешествовал по разным местам и странам и нёс определённую дхарму. И не потому, что он приходил и говорил «я пришёл, сейчас я вам всё расскажу и научу вас там, как правильно жить». Нет. Он как раз приходил, к нему обращались сами, и то, что его спрашивали, он говорил. А он лишь рассказывал свою точку зрения, не навязывая. Постепенно сформировалась у него большая община, тогда уже правила возникли и так далее. Но не столь важно. Почему мы приезжаем в Сарнатх? Сарнатх около Варнаси — это первое место, где Будда повернул так называемое колесо закона. Он первым своим последователям, друзьям из прошлого, рассказал определённую квинтэнсенцию взглядов на реальность. И зная их ограничения, а они были максимально аскетичны, то есть у них самоубийственный аскетизм был, он им говорил «вы не туда идёте, вам наоборот нужно от вашего аскетизма отказаться и прийти к определённой золотой середине». То есть не быть вовлечённым ни в аскетизм, ни в наслаждение, а находиться рядом. И тогда эти люди, вот пять первых учеников, они достигли определённой реализации. И, соответственно, из Сарнатха мы переезжаем в Бадгайю. Бадгай — это место, где Будда достигнет просветления. Наверное, вот из всей поездки, когда мы спрашиваем ребят, «Ребята, какие места вам больше всего понравились?» Наверное, 70% говорит Бадгайя. Самое сильное место, самое намоленное, как говорят современные христиане. В это место всегда приезжают монахи и практикуют вокруг дерева Бодхи. Комплекс Махабодхи построен вокруг дерева Бодхи. Это особое совершенно дерево. Я вам даже покажу его внука. Да, это внук того самого дерева, которое растёт в Махабодхи. Так получилось, что в России есть тоже представители этого дерева. Это настоящее дерево, огромное дерево. Просто оно медленно растёт. Вот этому дереву примерно три года. Оно медленно, не спеша, оно помогает как бы страждущим на пути саморазвития. И вот у нас такое комнатное растение. Ну, наверное, вы видели мои записи, когда я из своего рабочего места записываю что-то. У меня зелёный фон. Так вот, обычно за мной это моё дерево Бодхи, которому лет, наверное, уже будет 10 скоро. Но оно небольшое, и оно помогает мне тоже на пути саморазвития. Так вот, в Бодгайе Будда под этим деревом достиг просветления. Дерево совершенно особенное. Особая атмосфера. Как это передать или как это объяснить? Когда ты присаживаешься под это дерево, и когда ты пытаешься выполнять привычные практики, у тебя меняется многое. Я на всю жизнь запомнил один случай, когда приехал, сел практиковать, и вы знаете такое ощущение, что я вернулся домой. Ты в практике прочувствовал, что ты там, где должен находиться. Это место, как будто ты из жизни в жизнь в него приезжаешь. И ощущение было не личности из этой жизни, а нужно было погрузиться глубже, и ты понял, что это то место, которое как будто как родной дом. Возможно, допускаю, что существуют прошлые жизни, и допускаю, что паломничество по этим местам меня интересовало всегда. Почему я так говорю? А потому что слишком чудес много, когда вот мы по этим местам ездим. Нет в России, наверное, ни одной пока группы, которая бы возила по этим сакральным местам ищущих людей. Причём мы возим без какого-либо религиозного контекста. По факту нельзя сказать, что я буддист, я ищущий практик. И путь Будды для меня невероятно интересен. Я нахожу там опору. Приведу пример. Буквально только два года назад начали появляться на русском языке сутры, которые говорят о практиках с использованием визуализации дерева пути. То есть когда ты в медитации определённую опору используешь как образ определённого дерева. Я получил эту передачу около 10 лет назад, устную. То есть один из монахов мне рассказал, как можно практиковать. И я как бы стал практиковать. Именно около дерева Бодхи. А потом проявились сутры, которые говорят, да, действительно, такие практики есть. И поверьте, то, что есть возможность приехать в это место и попрактиковать, это нужно иметь очень благую карму. Много чудес на этом пути бывает. Много ситуаций, когда ты получаешь определённые откровения. И я вожу людей не за деньги. Это не про деньги, это не про бизнес совсем. Если вы когда-нибудь хоть один тур делали, вы понимали, сколько там нужно прикладывать усилия. Но когда это получается, ты видишь, какой отклик у людей. И ты понимаешь, что эти ребята, они по-новому, более осознанно будут жить. И это очень важно. Кроме того, сам Будда в одной из сутр говорил, что есть четыре места, которые стоит посетить, если вы хотите познать себя. Это как раз-таки Бодгая, Сарнат, Кушанагар и Лумбини. Место рождения, место ухода, место просветления и место поворота колеса закона. Ну то есть, когда Будда начал рассказать, это фундаментальные вещи. Потому что есть такое понятие, как реинкарнация или перевоплощение. И исходя из того, верите вы или нет, вы по-разному, конечно, к тому, что я сейчас скажу, будете относиться. Но есть одна такая обоснованная точка зрения. Если вы в своей прошлой жизни усилили кармическую связь с определёнными местами, то это увеличивает ваш шанс в эти места в своих будущих жизнях попасть опять. Эти места устраняют омрачение. Приду вам один пример. Какое-то количество времени назад, наверное, года два уже прошло, мне написал письмо парень, который ещё в 2000-х годах съездил с нами по этим местам. Он сейчас сильный практик, то есть он занимается саморазвитием, что называется, по-взрослому, ездит по монастырям, и он пережил определённый такой тонкий опыт, который, очевидно, ни за какие деньги не купишь. И он написал мне благодарственное письмо, сказал следующее, Андрей говорит, «Вот всё, что я сейчас имею, это благодаря той самой поездке, когда вы показали те вещи или рассказали те вещи, которые кардинально изменили взгляд». Ещё раз повторюсь, это не про религию, это про то, как человеку найти самого себя. Я считаю это крайне важно. Мне, наверное, до некоторой степени получилось разобраться своим умом в этой жизни. По крайней мере, он помогает мне выполнять определённую миссию, определённую деятельность, и за это меня благодарят люди. Я, в свою очередь, и вас, зрители, хочу поблагодарить за поддержку. Если говорить дальше об этих местах, то после Бадгая мы заезжаем в крайне важное место — Раджгир, или, как называли, Раджигриха. Раджигриха — это гора Гритхаракута. Гора Гритхаракута — это сутра лотоса, и это квинтэнсенция, возможно, пути Бадхисат. Вы сейчас можете на нашем сайте найти Саддхарма Пундарику сутру. Забейте в поиске сутра лотоса. И если у вас есть благая карма, вы её, возможно, прочитаете. Да, там 28 глав. Да, не все это смогут прочитать с первого раза, но уж поверьте на слово, если вы практик, если вы ищете самого себя, то Саддхарма Пундарика сутра — это лучший вариант. Меня она буквально спасает. Буквально спасает, потому что, хотите или нет, у меня активная форма жизни. Я не сижу долго в ретритах, и сейчас такой период, когда пока есть возможность людям нести знания, я это делаю. Да, я ухожу иногда в ретрит, но тем не менее, если бы не было сутры, я не представляю, как бы можно было сохранить однонаправленность ума, когда у тебя не возникают сомнения, когда ты видишь, что этот путь, он естественен, даже если не всем это нравится. Потому что, конечно, кто-то скажет, вы как фанатики живёте. Я не против. Да, я фанатик, не спорю. Для меня определённые есть принципы, которые я выношу из жизни в жизнь или развиваю из жизни в жизни. И это крайне важно. Поэтому, друзья, Грит Хракута, если вы ещё пока не читали Сутру Лотоса, читайте. Если вы читали, и у вас есть возможность поехать в эти места, обязательно езжайте, мы вам предоставим такую возможность. Мы туда обычно приезжаем крайне рано утром, чтобы там не было других групп, чтобы мы могли попрактиковать. Потом вечером ещё можно съездить самостоятельно туда. Чем ещё известен Раджгир, царь Бимбисара? Это потом его сын Аджитасатру. Это родина Шарипутра и Маутгальяна. Это великолепные исторические личности, которые много что показали. Давайте с отрицательного начнём. С Аджитасатру, который практически убил своего отца, заморил его голодом. Даже такой человек поменялся. И к концу своей жизни он осознал свои ошибки и стал пытаться как-то себя менять. Хотя с такой негативной кармой это очень сложно сделать. Тем не менее, мы проводим две ночи в Раджигире, в Раджгире, и потом переезжаем в Айшали. В Айшали — это Вималакирти. В Вималакирти не дьёшь сутра. Настоятельно рекомендую. Это сутра, которая около 20 лет тому назад попалась ко мне в руки. Когда я прочитал Вималакирти не дьёшь, у меня картина мира сложилась. Знаете, как пазл. Я читал, улыбался, потому что это единственная сутра, где можно было между строк увидеть путь Бодхисаттвы. И вы знаете, меня это окрылило. Я увидел то, то, что я искал на тот момент около 12-13 лет. Я ничего подобного даже не находил. Сейчас это сутра в свободном доступе на русском языке. Читайте. Вималакирти не дьёшь сутра. Мы приезжаем в Айшали. У нас в парке в Айшали практика. И мы по всем местам читаем лекции. И я буду читать, и другие преподаватели, кто с нами ездит, тоже они готовятся, читают какие-то лекции и пытаются делиться знаниями. Мы проводим там некоторое время и в этот же день переезжаем в Кушанагар. В Кушанагаре мы проводим тоже две ночи. Кушанагар — это место ухода Будды из этого мира. Великолепная атмосфера. Обычно в этих местах спокойствие. Есть паломники из других стран, которые ходят, там читают какие-то мантры. Но нас интересуют именно личные практики. Мы отдаём время ребятам рассесться около деревьев в свободном режиме, попрактиковать некоторое время. Ну и, конечно же, по всему этому маршруту я рассказываю, где мы находимся, какие события здесь происходят. И честно вам скажу, мне самому даже это очень интересно, потому что каждый год находятся новые сведения о том или ином месте. А лично для меня, вы знаете, когда я что-то рассказываю на тему истории из жизни Будды Шакимуни или его учеников, я совершаю путешествия. То есть путешествия в то время. Такое ощущение, что я это всё знал, просто забыл. И вот когда я рассказываю, это как ты переживаешь определённый трансцендентальный опыт. Мне это очень нравится. Затем из Кушнагара мы едем в Шаравасти. Шаравасти — родина Анатхапиндаты, местоположение Роща Джеты. Большинство сутр или каких-то джаток, которые вы читаете, «Так я слышал, благословенный, находясь в джатаване». И там что-то повествование идёт от Ананды. Будда больше всего провёл времени в джатаване. Что значит «больше всего провёл времени»? В Индии такая погода, что когда в России или в западных странах лето, в Индии сезон дождей. А это значит, что дожди льют так, как вы не можете себе представить. По дорогам ходить практически нельзя. Яркая картина. На всю жизнь запомнил, как я первый раз увидел сезон дождей в Индии. Я был в горах около… Ну не в горах, там более-менее ровно, около у Таркаши. В храме тогда жил, и приходит 20-е число, 20-е июня, и туда уже подошли сезон дождей, когда дожди начались каждый день. И я от моста поднимаюсь к Ашраму, и начался дождь такой силы, что вот буквально за 10 минут все тапочки, пластиковые стулья, вот всё, что было на улице, вода всё это несёт по улице. То есть дождь настолько мощный, что он смывает, очищает всё буквально. Вот что такое сезон дождей. Поэтому в этот сезон Будда, его ученики, его последователи, они никуда не ходили. Они оставались на месте для того, чтобы практиковать и познавать самого себя. Но не только. Вдумайтесь. Будда с тем уровнем, который у него был, он бы на самом деле мог с одной стороны или проповеднической деятельностью заниматься, или в медитации. Но он разделил. 9 месяцев в году он занимался путешествиями и проповеднической деятельностью, но 3 месяца в году даже Будда посвящал личной практике. Вот какое важное значение отводилось тогда. И вы, если двигаетесь на пути саморазвития, пожалуйста, уделяйте должное время личной практике. Это крайне важно. Особенно медитация. Потому что кто-то скажет, личная практика — это асаны на коврике поделать. Не спорю. Это личная практика. Но это начальный уровень. Личная практика — это медитация и познание самого себя. Запомните это, пожалуйста. В Шаравасте тоже у нас две ночи. Большая программа в парке. Там и хатха-йога будет. Кстати, хатха-йогу мы стараемся практиковать везде, где есть ровные площадки. Или в гостиницах, или на местах на природе где-то практикуем. Но хатха-йога входит в программу практически по всему маршруту. И в конечном итоге, когда из Шаравасти мы выезжаем, соответственно, мы приезжаем на границу с Непалом, пересекаем её и, соответственно, приезжаем уже в хорошую гостиницу. Нам обещают наши партнёры из Индии просто великолепную гостиницу в Лумбине, потому что там с этим есть тоже определённые сложности, чтобы она и близко находилась к парку, и в то же самое время хороший уровень сервиса. Кто-то может сказать, Андрей, ну что вы такие вот чистоплю, и зачем вам сервис? Ребят, если бы вы в Индию ездили столько, сколько я, вы бы поняли, почему необходим сервис. И не только в Индии и Непале, во все страны, куда мы ездим, именно познавать себя или практиковать в этих местах, мы отдаём должное время сервису. Если у вас будут плохие условия, и вы не выспитесь буквально, если у вас там не будет, извините, сетки на, москитные сетки на окне, и комары вас будут доставать ночью, или тараканы у вас будут бегать, и вы будете в стрессе, то поверьте на слово, когда вы придёте даже в святое место, вот этот фон этой ночи, не выспавшийся, он не позволит вам испытать действительно то, что вы должны там испытать. Поэтому этот сервис — это как вынужденная защита наших участников, чтобы они в практике что-то почувствовали. А так мы пробовали разные варианты. Поверьте, мы пытались сделать максимально дешёвые туры, чтобы позволить поехать ребятам, у которых буквально нет денег, там они на последние деньги едут, и сервис, он, к сожалению, важен. Ещё раз повторюсь, это вынужденная мера. Поэтому наш тур, он, наверное, не самый дешёвый. Вы можете найти любое туристическое агентство, которое вам совершенно дёшево всё может сделать. Просто имейте в виду, где дёшево, там скромно. Где скромно, там тараканы, комары и всё остальное, вся остальная жирность, которые, к сожалению, будут вносить диссонанс в ваши путешествия. Поэтому ещё раз повторюсь, когда вы видите нашу цену, поймите это за сервис, вынужденная цена. Далее мы переезжаем, соответственно, в Лумбинии, там две ночи, делаем выезд в Капеловасту. Капеловаста — это место, где Будда жил. В Лумбинии он родился, в Капеловасту жил. Это рядом находится, там буквально три километра. Но самое главное, в районе Лумбинии Капеловасту находятся три места рождения трёх татхагат. Это Татхагата Кракучандра, Татхагата Канакамуни и Татхагата Шакимуни. Так почему-то сложилось, что они рождаются, родились именно в этом районе. И мы, соответственно, с ребятами ездим во все эти три места, где остались после царя Ашоки колонны, на которых в Игровина в этом месте родился такой-то татхагата. Это до некоторой степени важно, потому что, поймите правильно, вы, возможно, сталкивались с тем, что какие-то татхагаты, какие-то сутры. Я вам приведу такой пример. Будда приводил аллегорию, насколько трудно встретиться с дхармой, которая без примесей. Что это значит? Есть много разных учений, концепций, людей, которые выдвигают какие-то воззрения о той или иной реальности или системы саморазвития. Этого много. Но дело в том, что каждая тхарма, она имеет примеси от того проводника, который её транслирует в этой реальности. У каждого немножко свой взгляд на реальность. Так вот татхагаты — это люди, которые в своих прошлых жизнях прожили такой опыт и испытали такие достижения, что они становятся учителя учителей. Вот одно из переводов татхагаты — это учитель, который над всеми учителями, потому что он в своих прошлых жизнях испытал все модели саморазвития. И у него тхарма, которую он даёт, она без примесей, причём самая любопытная. Когда люди думают, что тхарма у Будды вот только такая, и они искренне в это верят, они правы, потому что их мировоззрение способно понять тхарму такую, какая есть. Но если вы почитаете Садхарма Пундарику Сутру, там в одной главе говорится великолепный, филигранный вещь. Он говорит, татхагата — это как грозовое облако с водой. И это грозовое облако одинаково совершенно даёт воду, живительную влагу растениям. Но каждое растение, эту влагу впитывая, будет получать своё. Поэтому нельзя сказать, что вот татхагата даёт только одну тхарму. Татхагата каждому будет давать то, что соответствует его уровню развития. Это крайне важно понимать, если вы будете сталкиваться с какими-то воззрениями, что вот только это правильно, а вот это — это всё ложно. Это не так. Поэтому мы посещаем три места рождения татхагаты. И то, что в этой жизни, возможно, вы первый раз услышали слово татхагат, я вас с этим поздравляю. Считайте, что у вас небольшой праздник, который вы даже не осознали. Это не профанатизм мой в данном случае. Действительно узнать о том, что учителя существуют разного уровня, и есть учителя, которые в текстах записаны как самые мудрые — это благая карма. В своё время, когда я родился и был подростком, я почему-то откуда-то знал, нужно найти учителя, у которого можно научиться, как правильно жить. Не просто как книжки читать, математика, физика, развить ум, и этот ум потом каким-то образом всю свою жизнь использовать на благо кого-то. Это стандартная модель. А нужно научиться правильно жить. Это самое главное. Потому что как таковой ум, если вы разбираетесь в йоге, будет выредить вам на пути саморазвития. Его постоянно придётся успокаивать. Если вы пока думаете, что я наговариваю, вспомните стрессовую ситуацию в вашей жизни и вспомните, как вёл себя ваш ум. И вы могли его обуздать? Нет. Ум крайне сложно обуздать. Крайне маленький процент людей может в каких-то сложных ситуациях корректно себя вести. Чаще всего эмоции, мысли, которые ум надумывает, и всё негативное развитие событий. Так вот, Тадхагата давал методики, которые позволяли набросить узду на ум. То есть стать как хозяином ума, а не пешкой, когда ум манипулирует тобой. Вот в чём суть его практики-то в принципе. Далее. После того, как мы посетили Лумбини, мы выезжаем в Катмаду, мы посещаем Ступу Боднатх, Ступу Свеембу Натх. У нас в Катмаду в гостинице Тибет Гэсхаус проходят практики. Пытаемся прочувствовать в этих святых местах практику. И как показывает опыт, практика в этих местах, она меняет тебя. Даже больше вам скажу, почему я каждый год езжу. И не только, конечно, чтобы помочь другим с этими местами познакомиться. Для меня это тоже определённая терапия. Так как у меня большие нагрузки, я стараюсь альтруизмом много заниматься. Поэтому не просто периодически живётся. И вот в этих местах можно восстанавливаться, чувствовать тот энергетический эталон, который стоит удерживать в себе. Поэтому я вам тоже рекомендую в эту поездку присоединяться. Я думаю, что и вам будет интересно. И мы в этой жизни с вами встретимся в этих святых местах. Возможно, не первый раз или не первую жизнь. Благодарю, что выслушали. Надеюсь, до встречи. Приглашаю с ОМ.